Это чисто американская мечта. Работал везде от посудомойщика, вот в прямом смысле слова, и на дилерской стоянке, и машинный мыл. 2000, 2001, 2002, 2003 я был номер один, да и трейдер на Уолл-стрит. Ты хернёй страдаешь. Ну нельзя так. Когда ученик готов, учитель найдётся. А бывает так, что ты что-то запланировал, у тебя время есть, а энергии нет. Самый лучший подарок, знаешь, какой у нас будет? Это посещение бесплатного семинара в Алма-Ате. Да, можно в этой жизни смотреть на три вещи. Это на воду, на огонь, и как Александр Герчик беседует с Морбуланом. Друзья, добрый день. Я очень рад вас приветствовать. Сегодня у нас проходит третий день нашего инвест-буткемпа, где мы проводим обучение, и не просто обучение, но и даём очень много практики всем нашим учащимся. И традиционно на каждый инвестиционный буткемп мы приглашаем именитых спикеров, которые известны в мире, особенно в русскоязычном пространстве. Это люди, которые доказали своими результатами, что они могут достигать успеха, что их методы работают. И одним из таких спикеров на инвестиционном буткемпе вчера выступал мой друг Александр Герчик. Это человек, который известен на постсоветском пространстве, в русскоязычном сегменте, известен своими книгами, видео. Вся его деятельность посвящена трейдингу на бирже. Это человек, который с простого таксиста в Нью-Йорке поднялся до биржевого трейдера. Итак, я не буду спойлерить. Передаю слово, Александр, вам. Расскажите немного о себе. Ну, наверное, насколько простая история, настолько история, наверное, для фильма. Это чисто американская мечта. Я, как все советские дети, занимался профессиональным спортом. Я в КМС по самбу. В 91-м году отслужил армию и в 93-м уехал в Америку. 37 долларов в кармане было. Сегодня я, кстати, вспоминал, у меня было на самом деле 40 долларов. Я купил пачку сигарет, я тогда курил. И 37 долларов я приехал в Америку. Работал везде. Вот посудомойщика, вот в прямом смысле слова. И на дилерской стоянке, и машины мыл. И успел поработать в магазине женской одежды. Везде. И потом работал несколько лет на такси. 3 года я работал на такси. Потом попал сначала в брокерскую компанию. 8 месяцев поработал брокером. Потом сдал лицензию на трейдера. Получил 3 лицензии. 7 серия, 55 серия, 61 серия. Это 3 самых тяжелых серии в Америке. Эти экзамены приравниваются к адвокатскому и медицинскому. Очень мало людей. То есть меньше 30% американцев сдают их с первого раза. Это очень тяжелый экзамен. У меня сейчас мой ребенок, будущий доктор, вот он готовится к экзамену к апрелю месяца. Для того, чтобы ты был конкурентно способным, нужно получить минимум 95 баллов. Если ты не получаешь 95 баллов, просто, чтобы вы понимали, конкурс на месте приблизительно 500 человек. Ничего себе. В медицинский институт. А в 98 году я пришел в фирму. В 99 у меня первый уже был положительный год. Я заработал 195 тысяч долларов. Это я себе говорю, чистый заработок мне. В 2000 году я был номер один фирме. Стал через год. Я заработал 2 миллиона себе. Фирме заработал 6 миллионов. 2000, 2001, 2002, 2003. Я был номер один дейтрейдер на Уолл-стрит. Так как тогда, по сути дела, многие любят говорить красивые такие слова. Так как, по сути дела, Уолл-стрит это одно из немногих мест, где действительно там рождался дейтрейдинг. Многие любят говорить такие красивые слова. И звучит это очень красиво. Номер один трейдер в мире. Ну, конечно, по мировым рейдингам я не знаю. Но то, что я в Америке был один из лучших, некоторые годы номер один, это да. Те статистические данные, которые были у меня, я не думаю, что на сегодняшний день может повторить хотя бы один трейдер вообще в индустрии. За 4 года трейдинга у меня было всего 9 убыточных дней. Всего. Все это было документально подтверждено. В 2006 году про меня... Я был один из участников фильма Уолл-стрит-ворьер. Снимали HBO, перевели на 15 языков. Это вообще самое скучное. Я вообще не люблю сниматься в кино, я не люблю бизнес. Бизнес, чисто бизнес, ну, как управленец. Я очень неплохой управленец, но не люблю. Он там, тебе нравится это, да, ты любишь, а я не люблю. После трейдинга, когда ты один, ты сам с собой, и у тебя нет никаких потусторонних вещей, которые могут у тебя что-то отнять. Санэпидемстанция, там, полиция, еще кто-то пришел, да, политика. Здесь ничего нет. Ты вне политики, у тебя экран, два экрана, ты сидишь, делаешь свое дело. И в 2006 году я все всегда пропускаю через свою шкуру. Так, может, не очень красиво говорить, но по-другому не скажешь. Да, да. Я пытаюсь ощутить себя в обуви другого человека. И в 2006 году я открыл проб-компанию, то есть торговый центр, где люди торговали на мои собственные деньги. Я прочитал в книжке в одной, книжка 80-х годов была, где один из крутых трейдеров, Ричард Деннис, вот так вот нанял просто людей с улицы и сказал, что любого можно научить трейдингу, если он будет торговать по правилам. Это эксперимент с черепашками, по-моему? Абсолютно верно. Это Ричард Деннис. Это, кстати, я рекомендую. Классная книжка. Книжка очень хорошая. Куртис Фейс написал книга. Сам трейдер, это Ричард Деннис. Черепашки с два года разработали 200 миллионов долларов. В 80-х годах это 20 миллиардов сейчас. И я решил повторить то же самое. Я решил, если я крутой, в чем заключается моя крутость, кроме заработка денег? То есть деньги я всегда умел в трейдинге зарабатывать. Я подумал, а смогу ли я научить людей? Первое. Учил я бесплатно. Я сам набирал людей. Я провел 750 персональных интервью. 750. Мы сидели с моим партнером тогда. У меня партнер был доктор биологических наук Сергей Федорович, выпускник Нью-Йоркского университета. Мы сидели в соседних комнатах и делали, как все любят, плохой полицейский, хороший полицейский. И мы провели 750 персональных интервью. Отобрали первую группу в 30 человек. За несколько лет, в 2008 году, уже за два года в трейдинге, мы заработали больше 10 миллионов. Ничего себе. Мы платили, мы были лучшие, кто платил. Мы платили 50% от заработка своим людям, а все расходы брали на себя. И потом чисто случайно, то есть я к этому времени уже заработал там больше 10 миллионов в трейдинге своих персональных. Ко мне подошел один из моих студентов и говорит, шеф. И в следующий день все шеф называют. Может, нравится всем там. И подходит и говорит, вот как вас называют, я вчера слышал, да, шеф, босс. Вот нормально, человек должен понимать, что есть кто-то лучше, сильнее, чем он, которому он подчиняется, и он тянется к нему. То есть это не такое плохое слово. Я, например, всегда своего бывшего босса называл хозяин. И когда мне кто-то там типа сделал замечание, ну хозяин, он же там вам дает кости или еще что-то. Я говорю, он был хозяин компании. Босс это хозяин, значит, он мой хозяин. Я работал в компании. Мне предложили прочитать курс в одном из банков. Потому что я сказал, ребят, я не профессиональный коуч, я не умею это делать. Это курс по тренингу был? Да. Для банковских сотрудников. Потому что тогда российские банки пытались строить вот эти дески, так называемые, для управления. Я прочитал курс, и потом вот так вот пошло-поехало. Но я упустил маленькую одну возможность. В 2003 году, когда я ушел от своего босса, потому что он меня кинул на деньги, как часто бывает в индустрии, и другая брокерская компания, Холл Братерс, предложили мне партнерство. Я уже был умнее, я уже пошел. Контракт у меня был, я был управляющий партнер, не управляющий директор, а управляющий партнер. И мне сказали, если ты компанию поднимаешься в течение пяти лет, потому что компания была практически банкрот. Я вчера ребятам рассказывал, и это было такое антикризисное управление. У меня была большая группа трейдеров, которые пошли со мной. Мы были такие вот костяк. И фирма у нас была 144-й в S&P. Одна из самых быстрорастущих компаний. Дошли мы приблизительно где-то до оборотки 250 миллионов. И в 2010 году мне просто до такой степени это стало скучно, но я не люблю корпоративную среду. Во-первых, это надо ездить в Манхэттен. Я живу в спальном районе. Каждый раз ты ездишь в Манхэттен, и это скучно, и ты тратишь три часа времени. В общем, в 2010-2011 году я пришел к своему партнеру, сказал, «Ребят, вот я вот сделал то-то, 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 выкупайте меня, и все». Потом я четыре года отработал финами, а потом я решил, что все равно я больше всего люблю трейдинг, и остался в трейдинге, и периодически 3-4 раза в год я делал курсы. А вот интересный для меня такой момент. Вот вы провели собеседование с 750 человек. Да, лично. А вот есть какие-то паттерны, характеристики людей, какие-то фиксированные, которые показывают, что да, этот прирожденный трейдер? Когда-то, опять же, вернусь к Ричарду Дэвису, потому что я не вижу ничего плохого давать ссылки на людей, которые не то что именитые, но это один из самых крутых трейдеров. Мне всегда говорят один вопрос, говорит, какое самое запоминающее событие в вашей жизни? Мое самое запоминающее событие в жизни было, когда я отказал Стивен Коуэн. Это лучший трейдер в мире был, 20 миллиардов долларов. И я отказал Стивен Коуэн в 2006 году. Отказал? Отказал, да. Он мне предложил работать, к нему работать, я отказал. И мы сейчас вместе летели с Рейдалево в самолете на соседних сиденьях. Я говорю, ну ты знаешь, я там в 2006 году Стивен Коуэн отказал. Он говорит, он, наверное, года три с тобой не разговаривал. Я говорю, он с тобой не разговаривал, наверное, на лет 10. И потом, честно, случайно мы где-то пересеклись еще на одном мероприятии. Так вот, Ричард Дэвис сказал две вести. Надо быть работоспособным и адекватным. Работоспособность заключается в том, что человек тратит время на то, что он адекватно воспринимает. То есть адекватность для меня, это ты человеку говоришь то-то, 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 он тебе отвечает с адекватной точки зрения. Например, вот у меня прокололось колесо. Как бы его починить? Его надо снять, и ты какие-то делаешь адекватные действия. Когда я делал персональные, естественно, я пытался вводить человека от одного вопроса и приводить его к другим, чтобы сохранялась на протяжении всего времени адекватность. Дальше мы стали делать людям, мы играли в игры. Была такая игра, мы давали всем. Можете посмотреть, это одна из самых распространенных игр. Называется Сет. Чем хороша эта игра, запатентована в Америке? Значит, это вот такие карточки с номерочками. Так как каждый трейдер, это визуалист, 80% людей визуалы, то мы давали вот такие вот карточки, на которые были нарисованы знаки. Правила давали всем одинаковые. Ровно 15 минут ознакомиться с правилами. И тут ты начинаешь понимать, что кто-то начинает выделяться. Что мы делали? 15 минут на ознакомление, потом игра. Рассаживали по столам людей, и каждые две игры ротировали стол. Ротация была. Мы со стороны сидели, смотрели. Я всегда понимаю, как устроен трейдер, потому что у меня уже к этому времени был колоссальный опыт управления и трейдинга. Я подходил и пульс проверял, и ладошки смотрел, чтобы у людей мокрые не были. То есть помимо того, что мы отсекли определенных людей, ну совсем глупых, совсем глупых людей, мы начали, естественно, проверять, как себя ведет этот человек в той или иной среде. И вот тогда мы начали понимать одну вещь, что в первую очередь ты должен быть стрессоустойчивым. Вот, например, ты сидишь, да, и раз, например, вдруг человек встает и начинает скакивать. И ты понимаешь, что когда он будет сидеть, и что-то будет с деньгами происходить, будет то же самое. Когда график будет идти, у него пульс будет там совсем другой. Я там научился у них пульс, как доктор определять, да, вот здесь, здесь, ладошки мокрые. Но я не делал никаких выводов, потому что я понимал, что эти люди, представь, что это студенты простого Тульского государственного университета. Простой Тульский государственный университет. Вот они попали, и тут приехали дядьки красивые в костюмах. В Америке тогда было 15 лет назад, 35 лет, в шикарной форме, крепенькие, в костюме. Они приехали, и они, естественно, все растерялись. И, естественно, я сказал, давай не будем делать никакие выводы своему партнеру, потому что мы ходили, у нас был такой листочек, и мы ставили крестики. Когда у нас были интервью, мы делали два интервью, как всегда, как хороший полицейский, плохой. У меня такой красивый офис, цветочки, я такой на расслабоне. А в соседней комнате Сергей Федорович. 200 метров огромная комната, посреди стол стоит, как на допросе. Темнота закрыта, мы делали всегда интервью вечером, потому что человек усталый, и его гораздо легче разговаривать. Я очень много книг читал, мне нужен был психологический портрет, потому что то, что было написано в книжке, было одно, но я же рисковал своими собственными деньгами. Во все бизнесы, в которые я иду, я всегда рискую своими деньгами, всегда. Если со мной идет кто-то в бизнес, и человек не рискует своими деньгами, я в бизнес с ним не иду. И вот представляешь, вот этот 200 метров огромный зал, посреди просто стол, на столе лампа, вот как на допросе. На тебя эта лампа, ты там не видишь, кто тебе начинает задавать вопрос. И мы потом либо там по телефону, либо там ставим плюсы, минусы и все остальное. Если сходились, этот человек сразу попадал на вторичный экзамен. Если не сходились, то этот человек сразу попадал дальше, мы должны были сесть и с ним вдвоем поговорить. Вот это было два. То есть они играли в эти карты сет, и ты знаешь, нам это очень сильно помогло. Мы не ошиблись с этой игрой, потому что мы выделили очень сильных людей, лидеры. То есть ты сразу видишь, когда человек начинает... Лидерские качества как проявляются? Только когда человек попадает в среду. Ты никогда не знаешь, как человек отреагирует. Вот когда мне люди говорят, вот я знаю, я говорю, ты никогда не знаешь. Например, когда мне было 16 лет, я спас человека. Если бы мне сказали до того времени, что я спасу человека, я бы не знал, что я мог спасти человека. Потому что я не знал, как я себя поведу. Когда ты в драке, ты не знаешь, как ты себя поведешь. Ты можешь там пытаться понять себя, но ты не можешь знать, пока ты не попадаешь в среду. Вот мне надо было их максимально загнать в ту среду, которой они никогда не были, и создать им условия, чтобы увидеть. Дальше я смотрел, кто входит в раш. А вот смотри, пока на этом моменте остановимся, игра, она что выявляет? Внимательность, память? Внимательность раз. Скорость два. Память три. Визуальное приспособление четыре. Агрессивность. Агрессивность. Самое важное – принятие решения. Почему? Вот эти все пять перечисленных факторов. Например, у каждого карточки есть. Если ты сказал сет, и у тебя не сошлись карты, все, ты сразу откидываешь назад, ты проиграл. То есть ты должен очень быстро эта игра на очень... Вот можешь своим ребятам сделать, они получат колоссальное удовольствие. Это самая играемая игра в Америке. Самая простая, ее можно заказать, она везде есть, она по патентам продается, называется сет. Да, мы все эти вещи придумывали сами. Кстати, вот для зрителей моего канала скажу, у меня есть один знакомый, Алексей Литвинов, он на работу себе людей берет через игру. И он говорит, Марглан Калевич, удивительный феномен, мне один человек очень понравился, я хотел его на работу взять, а потом, когда мы играли, я увидел, что в игре он пытается... Проявился, конечно, проявился по-другому. Так как у него цель была выиграть, у всех была цель выиграть, он расслабился и не заметил, что он хитрит. А я, говорит, со стороны смотрю, я понял, что я, говорит, на руководителя отдела продаж хотел его брать, я понял, что этого человека я не возьму. Это не сотрудник органов, это не человек, который умеет себя вести и побить, например, этот вот... Как это называется? Потому что игра классный инструмент для проявления скрытых характеристик человека. Очень. Потому что на собеседовании или в резюме люди могут три короба сочинить. 90% резюме я вообще никогда не смотрел. Я брал... Знаешь, как я вообще всех шокировал? Я пять лет управлял деском в финале, и мы были номер один компанией. Я просто... Человек приходил, вот, вы знаете, вот резюме, я говорю, вот резюме беру, переворачиваю, говорю, рассказывай. А он говорит, что вам рассказать? Я суммарно провел где-то, наверное, 1200 интервью в своей жизни. А он говорит, что рассказывать? Я говорю, просто рассказываю все, что ты хочешь, чтобы я знал о тебе. И все. И плакали люди у меня на интервью, и там бывает такое, и родители плохо, и все. Когда мы брали людей на работу, я задавал всем один очень важный вопрос. Но ты не забывай, когда я задавал эти вопросы, я уже проработал в Америке 10 лет, я задавал простой вопрос. Представь себе, ты заработал первые деньги. Твои действия. Что ты будешь с ними делать? Он говорит, вы знаете, вот, как сейчас помню, Илья Данилов, он говорит, у меня мама в МЧС работает. Я вот хочу маме купить дачный участок. Все, я больше с человеком больше не разговаривал. Я сказал, все. Даже если ты все игры проиграешь, я тебя возьму. Объясню, почему. Потому что когда у человека, который у тебя работает, есть душа, и ты знаешь, это единственное, в чем я не ошибся. Всех сотрудников, которых я взял базировано на душевных параметрах, они по сегодняшний день со мной дружат. И если бы я позвал их на работу к себе, они все на занимаемых должностях, очень высоких. И я понял одну вещь, что если человек действительно, ты можешь до него достучаться. Если человек закрытый, то ты приходишь и говоришь, Илюх, ты херней страдаешь. Ну нельзя так. И он говорит, Даша, я понимаю. Ты вводишь же в кабинет, ты же понимаешь, я тебя могу сейчас как пацана вот так вот, но я не хочу с тобой разговаривать. Мне не цель опустить тебя. И всех, кто у меня был с душой, и Денис Зарицкий, и Илюша Данилов, и Синегубовский, и Вова Павлов, и Зайцев. Я всех своих ребят по фамилиям помню. И Бориан. Всех. И я вот ни в одном не ошибся. Они им было по 17 лет. Они у меня вообще все на таких должностях, даже не могу сказать должность. И вот после того, как они начали играть в игру, я уже изоляю, притом девочки с мальчиками. Я сейчас маленькую такую ремарку сделаю, обязательно для зрителей канала. Я периодически буду, наверное, вот так вставляться. Заметьте, вроде трейдинг, вроде циничная, техничная, холодная деятельность. И заметьте, основное, на что обращает внимание Александр, это душа. То есть, если у человека есть душа, то с ним можно работать. В этом плане... И можно договориться и понять, что... Можно как-то влиять. А что такое душа? Это душа, это общие ценности, которые вы разделяете. Как Уоррен Баффетт хорошо сказал, вы никогда не заработаете хороших денег с плохим человеком. Вот вам подтверждение. Мне по жизни, на самом деле, очень повезло. У меня была всепозволяющая мама. Есть. Маме 72 года. И я со своим сыном абсолютно точно такой. Мы с моим сыном лучшие друзья. Мы в семье все лучшие друзья. И я всегда говорю, Дмитрий, зачем с кем-то разговаривать, когда все вопросы можно дома обсудить? Просто за столом. А у меня была всепозволяющая мама. Я работал, первая работа была моя с 10 лет. Но всепозволяющая, имеется в виду, она доверяла очень много. Она мне разрешала все. Ну, доверяла, в принципе. Вообще все. Вот, когда я начал курить, она сказала, кури дома. Не надо ходить, прятаться где-то. Хочешь выпить, выпей. Я никогда не пил алкоголь вообще. Курить я курил, начал, по-моему, лет 17. И моя мама считала одну вещь, что... Вот человек просрал твое доверие, все. Моя мама всегда говорила одну вещь. Второй шанс можно дать только семье. Никому нельзя давать второй шанс. Если тебя первый раз опустили, второго раза больше нельзя давать никогда. Потому что первый раз, если тебя опустили, человек это сделал специально. Он ждал этого момента, чтобы по-простому тебя отыметь, подставить, обмануть или еще что-то. Меня мама, меня научила с детства вот одно, это то, что я в своего сына стал вкладывать, и то, что я вчера ребятам рассказывал, и они мне говорят, у нас, говорят, мурашки по телу. Я говорю, запомните одну вещь. Все в жизни должно сводиться, я тебе объясню, почему я ответил на этот вопрос. К тому, чтобы быть счастливым. Трейдинг, он не то, что циничный, это просто цифры. Это бизнес-цифр. Вот ушел, рабочий день закончился, все, вот ты их оставил со своими делами, они тебя оставили со своими делами. Другого ничего нет. И цинично имеется в виду, потому что вроде ты душу не вкладываешь. Когда ты выращиваешь цветы, делаешь, как вот Антона моего, Лена пирожные делает, укатаешься на велосипеде, ты вкладываешь душ. А здесь холодный разум, руки, цифры, и твоя голова должна говорить твоим рукам, что делать, а твои руки должны слушаться голову. Твое подсознание должно с твоим сознанием иметь логическую составляющую. И моя мама всегда меня учила одну вещь, она мне с детства говорила, вот с детства, с утра до вечера, знаешь, вот если ребенок будет счастливым, он обречен в жизни быть счастливым. Все. Классно. И она всегда говорила одну вещь, запомни одну вещь, все взрослые помнят только детство. Вот если мы с тобой сейчас сядем, да, ты там миллионы зарабатывал, десятки миллионов, я тебе отвечаю, что 95% ты не будешь помнить. Вот ты будешь помнить, когда тебе родители купили первый велосипед, когда ты, например, там в первый класс я пошел, подрался же в первый же день, порвал штаны. Я пришел домой, мне мама слова не сказала. Лодочку сделала на штанах и все, и забыли, никто меня не дергал. А понимал, что я мальчик, что я борюсь там за свое место под солнцем. И вот я своему сыну сказал одну вещь, ты должен быть, учиться быть счастливым вопреки всему. Почему? Потому что проблема, чтобы ты был несчастным, она будет всегда. Я вчера стоял на сцене, кто-то заметил, что у меня перевязана нога. У меня травмы после спорта очень много, там ключица, трещина, там нога. Но мне это не мешало быть счастливым, потому что если я хочу быть счастливым, мне ничего не помешает, а если я захочу быть несчастным, мне все поможет. Я вышел на улицу, на улице снег, долго ехал, попали в пробку, невкусный кофе, мало сахара, не так посмотрели, не то сказали. Мы вот с Антоном сегодня ехали сюда. Нам попался такой казах, такая энергетика, на старенькой какой-то машине, 70 лет, бывший подполковник, не подполковник, а капитан второго ранга, морской. Такой дядька с такой энергетикой, 70 лет, говорит, я делаю подъем-переворот. Просто вот такая энергетика, 20 раз, ребята, вам хорошего дня, вы такие молодцы, и Новый год, и все остальное. Вот представишь, вот человек едет там на машине, да, там поездка стоила там 830 тенге, 2 доллара, доллар 50, минус бензин, минус это, он ничего не заработал. Ну человек, он просто счастливый по жизни. И когда вот люди начинают что-то выстраивать, я всегда задаю всем одну вещь. А какая ваша цель? Что вы хотите? И когда мне начали говорить, я вот там, я управлял компанией в 200 миллионов долларов. Делало ли меня это счастливым? Нет. Нравилось ли мне это? Нет. Нужно было мне сделать этот шаг для будущего? Да. В самом начале карьеры абсолютно нормально, если ты делаешь то, что тебе не нравится, для того, чтобы в будущем ты научился делать то, что тебе нравится. Я своему сыну пришел и сказал, Митч, смотри, в жизни все будет против тебя. Ты будешь всю жизнь с кем-то конкурировать. Никогда ни на кого не смотри. Вот у тебя есть своя линия, вот ты возьми эту свою линию и иди по ней. Вот я шел. Мне сейчас предложили зайти в банковский сектор и строить деск. Значит, мне пишут там, ну вы сможете заработать там 10 миллионов долларов. Я пишу, неинтересно. Почему? Я говорю, я же ответил уже на вопрос. Зачем я буду тратить свое время, объяснять, почему мне это неинтересно? Они говорят, а как вы так приняли быстрое решение? А я говорю, у меня это решение было раньше. Я конкретно знаю, куда я пойду, чем я буду заниматься и куда я не пойду. И вот своему сыну я сказал одну вещь, сейчас просто закончу сентенс, что ты должен быть счастливым вообще вопреки всему. Зуб болит, нога болит и все. И вот этот дядька, который нас сегодня вез, он просто говорит, вы же понимаете, что это ваше нутро. Вот оно положительное, у вас все будет хорошо. У вас во время снега, вы будете видеть солнце и радугу. А когда у вас все плохо, вот вы внутри. Даже когда вам придут и покажут что-то хорошее, вы всю жизнь будете недовольны. Да, да. В этом плане в исламе есть хадис, где говорится, вы никогда не попадете в рай, пока не найдете рай на этой земле. И в себе. Да, ну вот себе имеется на этой земле. Поэтому быть счастливым – это самый лучший рецепт достижения любого успеха. Сначала быть счастливым. Я по этому поводу говорил, что я видел очень много успешных людей, не все из них были счастливы. А я не видел ни одного... Ну, наверное, ты похожую ремарку сделал. Большинство из них несчастны. Да, большинство из них даже несчастны. Но я не видел ни одного счастливого, который не считал бы себя успешным. Да. Все счастливые люди считают себя успешными. Поэтому вот вам еще раз подтверждение от успешного человека, что счастье – это все-таки на первом месте. Давай продолжим. Сейчас, одну секунду скажу. Мы буквально несколько дней назад с одним молодым парнем разговаривали, и мы пошел разговор за деньги. Всегда же люди говорят, деньги – это неплохо, деньги – это нормально. Деньги тебе покупают время, которое ты можешь потратить. Больше денег ты можешь потратить, если ты нормальный, адекватный, да, ты можешь больше денег и времени потратить на то, что тебе нравится делать. Я могу сам встать помыть свою машину. Вот я еду на мойку, и я сам стою и мою, да. А мне говорят, ну ты на такой машине приехал, ну что, у тебя нет 35 долларов, по-моему, я и 350 есть. Но мне в кайф, я ее до такой степени люблю. Я стою, сам ее там мылом намываю и все остальное. Люди просто должны понимать одну вещь, что деньги тебе даются для того, чтобы ты смог себе вот эту свободу купить, и твои действия не подчинялись никому. Потому что всю жизнь тебя кто-то покупает. Да. Все покупают твое время. Ты заложник. Мне когда задают вопрос, заложник ли я – нет. Я никогда в жизни не пойду на интервью, которое я не хочу. Я никогда в жизни никуда не поеду, если мне не нравится. Но я преодолею полмира, там увидеть своего партнера. Вот я сейчас с Антоном, а потом мы полетим в Дубай, и там у меня другой партнер, и третий партнер прилетит. Поэтому я надеюсь, что мы этим интервью, я не хотел просто, чтобы это интервью укладывалось там в успешность, крутизну и все остальное, чтобы люди просто понимали, что все, к чему мы должны прийти, это научиться быть счастливым. Вот это очень тяжело. Почему огромное количество людей несчастные? Да, по простой причине. Они все время ищут что-то, то, что нужно для счастья. А смысл другой. Смысл не в том, что нужно для счастья, а то, что делает тебя счастливым. Вот и все. Вот тебе нравится там цветочки разводить, и это делает тебя счастливым. Когда человеку плохо, что он делает? Он старается найти то, от чего ему будет хорошо, а не купить что-то, то, что он думает, его сделает. Ну, пошел ты купил машину. Ну, мой бах, ты пошел купил. Ну, что дальше? Это ровно вот эта одна эмоция, один день. Что дальше? Все. Я здесь еще часто дополняю. Счастлив не тот, у которого много есть, а тот, кто извлекает максимум из того, что уже есть. То есть у вас уже есть все, полный комплект для счастья. Просто научитесь максимум извлекать из этого, именно максимум в плане счастья. Вот веришь, вот сейчас у меня десятки миллионов, плюс огромное количество компаний, 17 компаний. Я не знаю даже, сколько они оцениваются, я никогда не оценил. Я оцениваю только, сколько эта компания приносит, и если бы я продавал, за сколько бы я ее продал. Мне вчера звонит мой партнер вечером, Иван, и говорит, вот ему 32 года, у нас 17 бизнесов. Ему 32 года? 32? Вот у нас компания по производству электрических мотоциклов, у нас кофейни. Все, это он, он движок. Мне уже просто столько не надо, я за свою жизнь заработал гораздо больше денег, чем мне надо. И вот мы вчера разговаривали, он говорит, у нас там есть один объект, давайте его продадим. Ну, он удвоился там за три года. Я говорю, ты считаешь, что так правильно? Он говорит, да. Я говорю, все, ставь на продажу. Вот это вот элемент доверия. И очень важный для меня фактор, то, что большинству людей, 90% людей, деньги, которые у них есть, им даже столько не надо. И я, знаешь, всегда каждый год на свой день рождения, 13 сентября, задаю себе вопрос. А вот год прошел, да, там, что бы я изменил? Потом я беру, сравниваю себя с собой молодым. Когда я приехал в Америку, в 96 году, да, я работал уже на такси. У меня ничего не было. Я помню, я купил первую цешку Мерседес на зарплату, на работу, когда я работал на такси. И я себе задаю вопрос. Прошло 30 лет. Изменилось ли что-то в моей жизни? И ты знаешь, я вот тогда учился быть счастливым. И сейчас. И я понял одну вещь, что вот это экстра там 6 нулей, 1 миллион или плюс 1 миллион, он в моей жизни ничего не сделает. Мне вот сказали, вот вы ведете 4 семинара в год. Я веду всего 4 семинара в год. Женщина вчера мне сказала, это Регина. Почему вы не делаете 10? Я говорю, Регина, потому что это перестанет быть удовольствием, и это начнет быть для меня денежным заработком. А когда это только будет денежным заработком, мне это станет неинтересно. И поэтому я это не делаю. И все. Да, да. Кстати, я как раз недавно выступал по поводу, по теме, как сделать эффективную команду с теми людьми, которые у вас есть. И один из аргументов, который я приводил, смотрите, команда, это такой организм, она любит, когда ей ставят сверхзадачи, команда любит нагрузку, команда любит скорость. Но она не любит, когда много потребляют, много зарабатывают. И команда начинает распадаться, когда вы начинаете вознаграждать их деньгами, ювелиркой, каким-то предметом потребления. Это вот как бы в рекламе... Лучше новой должности. Да, как в рекламе банка «Империал», если ты помнишь, была реклама в 90-х годах, когда Александр Македонский, они захватили Константинополь и три дня все грабили, пили, насиловали и так далее. И он собрал на площади всех своих воинов, заставил все золотые сережки, все положить в кучу, всю ювелирку, все-все, все шелка и так далее. И все сжег. И после этого они захватили мир. Знаешь, моя любимая сказка – это «Маленький принц». Я в Америке один из самых больших коллекционеров. У меня там порядка 200 книг на 200 языках. Это которые экзюпери? 302 языка переведена книга. Я знаю абсолютно все. Ты можешь постранично сказать. Я тебе вообще все цитаты расскажу. У меня все в книге. Книги, куклы, картинки, деньги, франки. Все с «Маленьким принцем». Я даже знаю, там, где его самолет сбили. И кто сбил его самолет. Это «Маленькая ремарка» для молодежи. Может, не все знают. Это книга Антуана Десенте Экзбери. «Маленький принц». Так она и называется. Это вторая самая переводимая книга после Библии. Библия переведена на 640 языков. «Маленький принц» на 302. Последний язык, который был переведен, это «Кабартинский». Я вплоть до того знаю, где был сбит самолет, и в каком году, и какого числа, и сколько лет книги. И самое интересное, что первый раз эта книга увидела свет в Америке, а не во Франции. Во Франции он был запрещен. Режим немецкий Вишей запретили его издавать. И он первый раз издавался в Америке. И только потом, когда немцев одолели, только тогда, в 1946 году, первый раз она вышла во Франции. Я знаю вообще, если есть вещи, о которых я знаю все, вот я знаю все о двигателе внутреннего сгорания и о книге «Маленький принц». Интересно, ты оттуда что-то берешь для жизни, как и правило? Все, все. Интересно, вот это второй человек, первый человек, я знаю Василия Васильевича Анисимова, он миллиардер, он в Нью-Йорке живет. Да, он мой сосед, я его очень хорошо лично знаю, я тебе могу даже адрес сказать, где он живет, он живет ровно соседней улице от меня. Ну, он классный мужик такой. Мужик обалденный. Да, он алматинец бывший, потом уехал в Москву и там делал бизнес, он такой алюминиево-металлургический коробец. Он партнер Дерипаска был много лет. Да, партнер Дерипаска, и он мне говорил, Маргулан, все, что я в этой жизни чему научился, это сказки. Я читаю только сказки. И я ему не верил. Потом он меня пригласил на юбилей как-то в Москве, по-моему, в 2007 или 2006 или 2005, в каких-то тех годах. И он мне подарил вот такой толстый том красивейших оформленных сказок. Я тогда впервые убедился, он говорит, я же тебе рассказывал, что я всю жизнь вырос на сказках и бизнес, я говорю, сделаю на сказках. Вот мои любимые сказки. И он там тысячу сказок, тысячу там народных сказок. И он мне подарил это, и я тогда думаю, ну надо же, действительно, человек как... И вот от тебя сейчас слышу, что ты вот на «Маленьком принце» и много извлекаешь оттуда. Интересно. Я знаю еще одного очень успешного человека, он, кстати, в Америке тоже живет. У меня с ним похоже в этом плане. Нам нравится Карлос Кастанедо. Ну окей. Да, то есть я к тому, что вот я много... Ну это взрослый сказочник. Я много выступаю, и я часто говорю, ребята, не переоценивайте заслугу человека или лектора. Я исхожу из того, что когда ученик готов, учитель найдется. Так вот, многие... Я даже как-то читал лекцию для коучей, и они говорили мне, в чем ваш секрет, почему там от вас люди получают так много инсайтов и так далее. Я говорю, хитрость всего одна. Во-первых, я подбираю аудиторию людей, которые уже готовы меняться. А во-вторых, когда такая аудитория, я могу говорить что угодно, они будут ловить инсайты. Это знаете, когда вы приходите на концерт какого-то юмориста, вы уже от его вида готовы смеяться, потому что вы готовы, вы знаете. Поэтому, когда ученик готов, учитель найдется. В моем случае одни книги, в твоем случае «Маленький принц», у Василия Васильевича это были сказки. То есть главное – самим быть готовым меняться. Я собираю вот у меня... Я собираю у меня три коллекции. Первая коллекция – это все, что связано с «Маленьким принцем». Вторая – ты сейчас будешь смеяться. Вторая – это клоуны. Я хотел быть клоуном. Я хотел идти в Одесское цирковое училище. Это с детства было? Да, почему-то. Мне всегда мои друзья говорили, «Герчик, ты такой веселый». Мне всю жизнь все друзья назвали по фамилии. «Герчик, ты такой веселый, у тебя реально надо в цирковое идти». Там комедиан там каким-то. Ну, папа говорит, ну, как ты вообще себе представляешь, что ты пойдешь там клоуну? То есть я собираю клоуну. У меня огромная коллекция клоунов. Вообще огромная, со всего мира. И третья – я собираю карманные часы. Я стал собирать карманные часы, песочные часы. У меня карманные часы минимум сто лет должны быть. И самая важная вещь – это обязательно должна быть дарственная надпись. Тогда это энергетика. И то есть я вот собираю часы, например, там от папы с мамы сыну. Или там от тети с дядей, там племяннику. Вот такого типа. И у меня все практически часы подписаны. Самое интересное, я никогда не гонюсь там за каким-то брендом. А мне не надо, чтобы это был там Паток Филипп, или чтобы это было Тиффани. Я вообще на это не смотрю. Я смотрю, чтобы красивая вещь была, да, в хорошем состоянии. Почему часы? Я всегда людям всем говорю одно и то же. Ничего дороже времени в жизни нет. Вот ничего. И когда один раз я вел один вебинар, у меня очень красивые песочные часы. Турецкие, под старину сделаны. Очень красиво. И я прям переворачиваю. И вот людям задаю вопрос. Большой вебинар, там 5000 человек. Я говорю, ребят, что это такое? А я говорю, ну вот оно. Я говорю, это ваша жизнь. Вот эта вот каждая бусинка, которая падает. И вы вот в этот момент просрали. Вот и вы просрали просто это время, которое назад невозможно. Вот мне самое страшное было, чтобы я стал заложником, когда кто-то покупает мое время. Да. Ну на самом деле я преподаю, знаешь, какие вещи. Я говорю, самое, самое ценное в этой жизни – это энергия. Потому что бывает так, что ты что-то запланировал, у тебя время есть, а энергии нет. То есть бывает так, ситуация, что у тебя время есть, но энергии нет. Поэтому все-таки я для того, чтобы не противоречить своим же словам, говорю, все-таки, ребята, энергия на первом месте, время на втором. Да, но тебе для того, чтобы где-то подобрать энергию, все равно время нужно. Да, но смотрите, если мы спим каждый день 8 часов, едим, питаемся нормально, этой энергии достаточно для того, чтобы достигать любых успехов в этой жизни. Ну не всегда. Мне, например, раз в год, раз в год, я должен остаться сам собой на 2 недели. Обязательно. Вот я раз в год остаюсь сам собой на 2 недели. Ну вот, когда ты остаешься сам собой, ты же собираешь энергию. Ну правильно. Вот я об этом и говорю. Да, мне вот эти 2 недели нужны для того, чтобы, да, я просто там подключился к какому-то источнику, и все, я вот эту энергию получаю. А вот интересно, Александр, здесь такой момент. Одиночество – это один из самых моих любимых видов времяпровождения. Для меня нет. А я одиночество очень сильно люблю. Прямо я в этом плане, не знаю, интроверт, может быть, но мне очень кайфово одному думать, размышлять, ходить и так далее. Вот ты, когда… Представляешь, если бы я думал все время, у меня голова лопнула бы. Ну ты вот, когда один проводишь время, ты чем занимаешься? Нет, я, вот если эти 2 недели, за эти 2 недели говорить, спорт с утра до вечера. Я просыпаюсь в 6 утра, сижу только на воде, то есть полная разгрузка, да, вот. Когда я на семинар читаю или еще что-то, мне этого не хватает, потому что мне нужно где-то откуда-то энергию брать, я начинаю жрать. Вот, а мы с Антоном уже сегодня сразу идем в шаурму после. После этого я пойду и съем две шаурмы. Вчера мы пошли там в Узбекское, утром я стою и ем тяжелое за… Мне надо просто запреплять. Потом все, я уезжаю домой, и я сразу 6-7 килограмм просто сажусь, я могу 3-4 дня вообще без еды и без воды. Мой рекорд был 5 дней без еды и без воды. Я был ездил в Карелию. Я 2 недели только спорт. Все, я не пытаюсь с собой остаться. У меня мысли всегда чистые, у меня благие намерения, я никакую хрень не делаю. Я приезжаю в любую страну мира, я могу ходить везде по улицам, я не боюсь, что мне кто-то подойдет, скажет. Я никого никогда не обманул, я никогда никого не кинул на деньги. А вот смотри, Александр, ты вот книг много читаешь? Я читаю только художественную литературу. Только художественную? Только художественную. Никакой технической литературы. Фильмы, вот то, что сказал Анисимов Васильевич, я смотрю только французские кинокомедии. Я не даю своему мозгу вообще напрягаться. Если мне хочется... Знаешь, нам всегда нужны такие моменты, когда нам надо поплакать. Просто вот, ну, у меня есть момент, есть книги, я обожаю Ремарк. Я Ремарка всего перечитал, притом я его начал читать, когда мне было, наверное, лет 17. У нас довольно-таки большая художественная литература дома была. А я перечитал всего Даниэля Дефо, Жюль Верн, там, вот, например, Крафт Монтокристо, одна из моих самых, да, я всего, и Том Сойер, и... Ну, все, Жюль Верн весь, я все перечитал там. Ты людям приходишь, говорят, там, Жюль Верн, да, ну, у всех сразу, там, 20 тысяч леп от водой. Я говорю, вы читали, говорят, «Таинственный остров». И люди начинают... Вот меня мама никогда не заставляла. Просто у нас книги были, я очень любил художественную литературу. Гиперболоид инженер Гарина. Да, я все очень... Фантастика, приключения. Я братья Вайнеры, все их перечитал. Ну, довольно много литературы я перечитал. Я всегда боюсь чужого мнения. Поэтому я стараюсь книги а-ля Зеланда не читать. Потому что я не знаю, как отреагирует моя психика. Ты работаешь на... Ну, живешь на несколько стран, получается. Нет, лежу только на одну страну. Только Америка. Только Америка. Вот если говорить про «зайтгаз», да, ну, просто поясню, «зайтгаз» — это вот информационное пространство, в котором ты живешь. Это культурное пространство, политическая информация, ну, все, все, что варится. И ты больше интересуешься все, чем, что происходит в Америке или другие страны? Нет, нет, я обязательно. Трейдер имеет один большой плюс. Трейдер полностью отсматривает всю ситуацию в мире. Конъюнктура. Например, если где-то начинается тянуться инфляция, она обычно будет везде в мире тянуться. Но я, например, экономически могу обосновать, вряд ли вообще, я думаю, ни один экономист не обоснует, например, проблему, почему Соединенные Штаты в свое время давили Евросоюз и почему давили Китай. Я тебе гарантирую, что 90% экономистов просто не... А я расскажу сейчас. Американская экономика на следующий день 23 триллиона. Там в 24-м году мы там ожидаем 25 триллионов. Следующий, после американской экономики, шел Евросоюз. 19 триллионов. После этого шли китайцы. 16,5-17. Но китайцы стали очень сильно догонять, потому что у китайцев был очень высокий ВВП, порядка 7%. А у Америки 3,5. При Трампе было 4,2 почти. Ты имеешь в виду рост. Да. Первое, что сделали американцы, для американцев, что самое главное, остаться страной номер один в мире. Доллар, национальная валюта, мировая. Американцы номер один. Что делают американцы? Первый шаг. Брексит. Вывести Англию, пятая самая крупная экономика в мире, вывести из состава Евросоюза. Что делает Трамп? Трамп говорит, ребята, у вас 250 миллиардов долларов будет дефицит, мы вам его покроем. За счет того-то, того-то. Выводят Англию из Брексита, Англия становится отдельной страной. И, естественно, Евросоюз сразу теряет большой кусок, откатывается назад. И Китай то же самое. Почему Американцы экономически не атакуют Японию? Потому что Япония 5 триллионов, 6 триллионов ВВП. Кого вообще интересует? Все. То есть там все до такой степени предельно просто. Там не надо суперумным быть. И Россия. Ну, Россия это больше, скорее всего... Не, я к тому, что ВВП России по сравнению с этими цифрами вообще... Ну, триллион. Да. Да. Триллион. И то 80% это энергоресурсы. Можете сравнить разницу. 23 триллиона ВВП США и триллион это Россия. Причем из этого триллиона, наверное, процентов 80% это ресурсы. Да, ресурсы. Ну, вот в этом году... Чистая экономика 200 миллионов. Я в этом году смотрел. В этом году смотрел. Я очень люблю там бюджеты смотреть и все остальное. Как ты думаешь, расходы на вооружение в Америке на 23-й год? Даже не... Ну, как ты думаешь? Ну, я думаю, триллиона два. Триллион. Один. У меня еще такой вопрос. Вот смотри, трейдинг, да? Успешный трейдинг. Многие наверняка смотрят и им любопытно. Эта часть тоже. Не могу обойти. Трейдинг все-таки это больше техническое? Хардскиллы или все-таки... И то, и то? А примерно соотношение? Ну, я 70% техник. И... Не, 80% наверное технический анализ. И с 20% я просто добираю новостями. Ну, когда ты в трейдинге, ты волей-неволей начинаешь какие-то вещи просто понимать и изучать. То есть это, скорее всего, довесок. Но я по технике в 80% случаях определю, куда пойдет институт. А вот доля таланта, интуистики... Да нет, такого таланта не существует. Расскажу очень интересную завязку. Был такой композитор Ференс Лист. И он приходит домой плачет. Ему было 15 лет. И мама говорит Ференс, что ты платишь? Он говорит, мама, представляешь? Я, говорит, по 15 часов практикую сегреи на фортепиано, и эти невежды называют меня талантом. Усидчивость, дисциплина. Как сказал великий Брюсли, кто победит себя, станет непобедимым. Ну вот смотри. Человек для начала должен понимать, почему он хочет прийти в эту индустрию и что ему надо. Вот пример, то, что мы сидели у моего партнера Антона. Антон 14 лет и я 7. Занимаемся разработкой искусственного интеллекта. Он первый раз увидел деньги 7 лет назад. Это был первый и последний. И сейчас мы опять только вышли на тот уровень, где он может приносить какие-то деньги. Вот скажи мне, какие чувства надо иметь, чтобы 14 лет заниматься делом, которое пока ты еще ничего не заработал? Да. То есть если у тебя ты хочешь кем-то стать, ты должен понимать одну вещь, что вначале это не будет приносить деньги. То есть если ты хочешь построить что-то большое, ты должен носить постоянно вот этой лопатой, сокрузил, привез, сделал, и потом только что-то большое может получить. Так вот он 14 лет жизни из 33, половина, потратил на то, чтобы что-то получилось, не понимая, например, сколько это денег может стоить. И я 7 лет. И я пошел с ним, потому что я поверил в него, а он поверил в меня. Кстати, хорошая ремарка, еще такой момент. Что такое любовь к какому-то делу? Это когда ты занимаешься этим делом, невзирая на шансы, на успех. Если ты можешь бесплатно что-то делать, ты это любишь. И это ты, невзирая на шансы, на успех. Не так, что там есть большие шансы, я это люблю. Я отказался, вот он свидетель, я за 7 лет отказался от проектов на общую сумму от 30 до 50 миллионов долларов в сторону нашего проекта. Потому что я понимал, что я буду тратить очень много времени. У нас есть большая брокерская фирма. У меня мой партнер Иван занимается. У нас есть большая образовательная, у меня мой партнер Дима занимается. И вот мы с Антоном, я просто это люблю. А что вот основное внимание твое сейчас забирает, чем ты занимаешься? Мы с Антоном, наверное, по 5 часов в день, по 7 часов в день. Это такое любимое детище. Что это, расскажи. Это искусственный интеллект, который, по сути дела, может заниматься трейдингом. То есть он может правильно определить уровни, правильно определить цену, правильно определить направление движения. Это алгоритмическая торговля? Полностью чистый алгоритм, настоящий искусственный интеллект, математические, ненейронные сети, где, по сути дела, мы даже никуда не лезем. И если люди хотят, им будет интересно. У нас огромное интервью на 45 минут. Вообще просто дословно объяснено, что это такое. Оно у нас на YouTube-канале есть. Самообучаемое или алгоритм нефиксированного? Самообучаемое – это когда есть железные формулы. Ему не надо самообучаться, потому что он приводит… То есть то, что происходит на графике, оно подходит под формулу или не подходит? То есть у нас нету нейронной сети, как Антон любит говорить. Вот ты пытаешься в нейронную сеть засунуть кошечек, а на выходе получить собачек. Ты получаешь объект. А то, что делает Джеральд, это название нашего искусственного интеллекта, у него есть определенные входные данные. Все пропускается через алгоритм математический. То есть просто, чтобы ты понимал, 5 лет, 5 лет только ушло на вывод и доказательство формул. Только теория. То есть 5 лет занимались только теорией. Можешь себе представить? То есть это как наука. Может, через 10 лет что-то получится, может, через 20 ты либо это любишь и этим занимаешься. И вот сейчас мы начали получать плоды. К нам, естественно, тут же пришли и предложили продать. Мир же не бездомных людей. Да, да. Вернее, бездобрых, бездомных. Прозвучало мир безумных людей. Да. И ты знаешь, мы даже не рассматривали вообще слово как продаж. Потому что мы задали себе вопрос, а что мы продали? Ну хорошо, мы взяли эти деньги. Мы взяли просто кусок нашей жизни, да, моей 15%, а его половина, и просто продали за какую-то сумму денег. Да, да, да. Тогда кто-то начинает говорить другой вопрос. Ну вот если бы вам дали больше, а не 10 миллионов, к примеру, а 30 миллионов. Я говорю, ребята, если нам сейчас дали 30 миллионов, то через год мы их все равно 100% получим. Мы хотим выжить по максимуму. Например, у нас наш искусственный интеллект, наш Джерри, он может обрабатывать новости. Вот Регина, которая вчера была, она просто за это зацепилась. Вы мне расскажите, я очень хочу, мне просто интересно. Вот наш Джерри умеет обрабатывать новости. Мы просто сейчас, так как мы оба профессионалы в трейдинге, он тоже трейдер, мы пока его направили в сторону трейдинга. Но он умеет делать абсолютно все. Ему только нужны входные данные. Вот он умеет обрабатывать, вот дашь хорошие входные данные, на выходе тоже самое получишь. Это вот страсть. Я обожаю преподавать, но 4-5 раз в год. Когда это становится больше, все, у нас большая брокерская компания. Почему, например, мы с Иваном, моим партнером, который живет в Дубае, открыли брокерскую компанию. И Дмитрий, мой другой партнер, мы занимаемся образованием. И у нас очень большой спрос. Особенно ковид, когда был, люди стали учиться. Потому что люди понимают одну вещь, что-то случается в мире, в бухе нет бизнеса. Раз, и нет бизнеса. А тут ты взял компьютер, у нас мы даже 180 долларов прицепной экран. Ты приехал в любую точку мира, прицепил два экрана, у тебя полноценный трехэкранный компьютер. И все. Ты сел, да, вот сейчас мы с Антоном улетаем в Дубай вместе. Там и Дима будет, и это вот мы все вместе встречаемся, там обсуждаем разные вещи. И все. Вот еще такой вопрос. Я уверен, наверняка у многих на языке верить это. В отношении к криптовалютам и как ты к этому вообще торгуешь, не торгуешь? Да, я к криптовалютам отношусь только купил, продал, заработал. Все. Никакого оптимизма, никакого пессимизма. Никакой влюбленности. Когда я пришел в трейдинг... Чисто как инструмент. Ничего более. Да. Обмен, заработал, все. 24 года назад, когда я пришел в трейдинг, мне сказали одну вещь. Никогда не влюбляйся в инструмент. Ни в какой. И все. И вот это меня очень сильно бесит. Я вообще это слово не люблю, но меня бесит. Когда просто из каждых дыр кто-то мне начинает писать. Мне вот тут сказали, можно зарабатывать 300% в день. Знаешь, есть хороший анекдот? Когда мужчина 75 лет приходит к доктору и говорит, доктор, вы знаете, я хочу заниматься сексом, как мой сосед. Он говорит, сколько вашему соседу? Он говорит, 74. Он говорит, и сколько раз он сексом занимается в день? Он говорит, 4 раза. Откуда вы знаете? Он говорит, он мне сказал. Он говорит, говорите тоже. Ну и вы говорите. Да, и я понимаю одну вещь, что если людям объяснить, и люди в это начинают свято верить. Там биткоин пошел до 17 тысяч, все, надо покупать, он будет 50. И люди начинают просто вот это, в это свято верить. И все. Вдруг откуда-то попоявлялось огромное какое-то количество людей. Кто-то, кто нас смотрит, скажет, например, ты, наверное, нам завидуешь. Чему? Да. Чему? Я вчера для твоей группы делал презентацию, я ребятам показал две акции. Одна дала 10 иксов за два месяца. 10 иксов. Не надо криптовалютным гуру быть. Мы в телеграм-канале, в инстаграме это публикуем. Это на рынках происходит каждый день, сплошь и рядом. Да, всегда, если относиться к этому, как к обыкновенному инструменту заработка, да. Но популяризировать на каждом шагу. Новая тема сейчас P2P. Я арбитраж делал 20 лет назад. Я знаю о нем абсолютно все. Что P2P арбитраж на акциях, между акциями, между секторами, там разный арбитраж бывает. Между странами. Между странами. Здесь то же самое, только это между биржами. Есть еще между технологиями. Да, между биржей с одной где-то схватил, где-то с другой. Люди не понимают одну вещь. 3-4 месяца, там где будут обороты, зайдут фонды, это все выкушается. Там такие ребята МАК-шные сидят, как пионер фонд. Да там писать негде рядом вообще. Там приходят пацаны, ты не понимаешь, они вот с МАК-и выходят. У меня мальчик вышел с МАК-и. Ну гений, это ничего не сказать. Ему дали 200 тысяч долларов на старую зарплату сразу после колледжа. И 200 тысяч долларов в релокацию, только что помню, в Нью-Йорк переехал. Он только закончил MIT. Гений. Это все круто. Это да, надо и нужно восхищаться. Но в то же время, вы помните, я часто тоже об этом говорю, инвестор это человек, который ко всему относится с небольшим скепсисом. Ко всему надо всегда относиться. История это подтверждает. У нас есть фонд LTCM, который два нобелевских лауреата и грохнулся. Все, что они сделали, они произвели самый большой шум на рынке. Они не это, государство их спасало и не спасли. Добью твою историю, 80% денег были потеряны за 4 часа. На дефолте России. 80% денег. Два нобелевских лауреата. Лауреата, да. Когда гении терпит поражение. Все лучшее, все лучшие технологии были там. Самое главное люди должны понимать. Везде. Бизнес, трейдинг, все что угодно. Отношения. Мужчина, женщина. Одна ключевая фраза. Все может быть. А они сказали, этого не может быть. Да, да, да. Ты всегда должен иметь долю пессимизма. Знаешь, когда самолет разбился и на необитаемом острове оказывается пессимист и оптимист. Ну, оптимист встает и говорит, ну, все, хуже уже не будет. Пессимист говорит, будет, будет. Доля, ты правильно сказал, скептицизма и пессимизма всегда должна быть. Иначе ты не сможешь адекватно думать. Однозначно. Более того, я часто говорю, вот, помимо фразы «все может быть», там есть еще продолжение фразы «может быть еще и остальное». И вот, например, у нас есть годовая программа в трейдинге обучения, да. Самое популярное. Почему? Потому что человека вот за ручку берут, вот как у тебя, да, и тебя вести начинают. Почему? Если ты где-то какой-то там в класс не пришел или еще что-то, у тебя это звено не сойдется. Да. И вот мы сделали годовую программу, пришел один студент. Студенты учат нас всему, больше всех. Вот он пришел, студент, и говорит, шеф, вот мне чуть-чуть не хватило. Можно дополнительные уроки? Давайте сделайте годовую программу. Я первого у вас буду. И благодаря, у нас такой парень был, Андрей Дегода, благодаря ему родилась годовая программа. И все, и человек приходит, и его, моя задача, вот эти за 12 месяцев, выстроить, чтобы он был самостоятельной единицей. Чтобы он мне не поднимал, Александр Михайлович, что делать? Да. Да? Да? Маргулан, что делать? Ну, чтобы он сказал так. Ага, вот у меня тетрадка, у меня в тетрадке написано первый, второй, третий, четвертый. Раз я открыл, посмотрел, что делать. Вот ради этого люди идут. Почему в университете учат пять лет? Потому что твоя голова физически, если тебе дали двадцать примет в день, ты физически ничего сделать не сможешь. Это как раз, кстати, на вопрос. Мне часто задают вопрос, что вот, говорит, Маргулан Калич, вы много читаете, говорит, а почему вы, говорит, не освоили скорочтение? Зачем? Вот я говорю, проблема не в всасывании текста, проблема в понимании. То есть научиться быстро читать-то я могу, но узкое-то горлышко надо обдумать и понять. Нет, это просто цепь другая. Да, поэтому скорочтение-то для коллекционеров, которые хотят выглядеть немного эрудитами, которые типа, да, я читал эту книжку. Ты знаешь, это как цветы. Ты покупаешь либо красивые, либо те, которые пахнут. Вот я не куплю те, которые красивые, я куплю те, которые пахнут, потому что это цветы. Цветы должны пахнуть, машина должна ездить, самолет должен летать, птица должна летать. Вот там ребята, которые у нас камеры снимают, вот они выставили камеры на глазок, а сколько таких камер они выставляли на глазок? Вот это и есть профессионализм. Профессионализм в этом именно и заключается в том, что ты делаешь обдуманное действие очень много раз. Какой смысл попытаться быстро прочитать книгу, чтобы потом сказать, я прочитал в своей жизни 6 тысяч книг, но я ни хера не запомнил. Я практически все книги, которые я читал, там, жильверный. Даже если запомнил, но ничего не понял. Да, я в своей жизни все книги, которые я прочитал, да, я могу сказать, например, там, вот ты говоришь, ты читал Даниэля Дефо, там, Графа Монте-Кристо? Да. А знаешь, с какого острова он убежал? Ну, это не важно. Да. Как-то не важно. Ты вот этот фильм смотрел, да, что-то такое знакомое название. Все фильмы, которые я смотрел, я помню до цитата. Начиная от «Москва слезам не верит», заканчивая «Вокзал для двоих» и все остальные фильмы. Все. У меня даже на компьютере есть папочка «Мои любимые вырезки». Есть каждого фильма, у меня есть специально обученные люди, я вырезаю мои любимые моменты и просто потом смотрю. Там хороший год и все остальное. И мне говорят, как у тебя память такая? У меня не память такая, просто в тот момент я хотел это, я это получил, и у меня мозг запомнил. Да, да, да. Все. И когда люди приходят в трейдинг, я говорю, ребята, это техническая литература. Тут работают четыре момента. Первое – это восприятие. Второе – это понимание. Третье – это запоминание. И четвертое – это воспроизведение. Так устроен мозг. Ты не затолкаешь никогда в жизни информацию. Да, вот мне говорят, вот, Александр Михайлович, ваша книга там, бла-бла-бла-бла-бла. Я говорю, ребят, книгу нужно сначала три раза прочитать, как просто художественную литературу. Просто перелистывать. Почему? Потому что мозга задача – это лечь на кровати, взять баночку пива и вот так вот лежать и отдыхать. У мозга нет задачи, чтобы он постоянно работал, его напрягать надо. И все. И я объясняю, это художественная литература. Когда мы с Антоном познакомились, он просто выломал мозг. Ты не понимаешь. Он физик-математик. Вот этот Антон готовился. Ну, знаешь, Антон, да. Пирожное, которое ты ел его супруге. И вкусно же было, да? Очень вкусно. Лена, спасибо. Да, и он, значит, мне говорит. Вот мне честно сказал, это 7 лет назад было, ему 25 лет было. И можешь себе представить, я уже, мне там 44, я состоявшийся взрослый мужик, там, мультимиллионер, все. Но я понимаю, что если мы идем, я должен подчиняться системе. Не ему, а ей система. Он мне говорит, Александр Михайлович, вам надо почитать одну книжку Дэвид Дойч «Структура реальности». Ты знаешь, я тебе скажу, честно, когда начал ее читать, сложно. Когда начал читать первый раз, такое ощущение было, что мне взяли кол и вбили в голову. Потом, значит, он мне говорит, я сейчас вам дам. Там у него, по-моему, две книги. Ну, первая, это «Структура реальности». И он мне говорит, я вам сейчас дам вырезки, он мне дает, я начинаю читать. И я думаю, 43 года, 44 года мужику состоялся, чистый поц. Вообще. И он говорит, ну, вы просто должны понимать, как работает там, потому что это идея, это его было. Я уже, ну, вторичный продукт пришел, я начал добавлять трейдинговые штучки в нее. Я понял одну вещь, что если ты хочешь в чем-то разобраться, должен подчиняться системе. Вообще во всем, всегда. Да, во всем системе. Да, у тебя дома в семье законы, у тебя по отношению к родителям законы определенные. Нравится, не нравится, твоя мама, она твоя мама. Твой папа – это твой папа. Родители не выбирают. То есть мы во всем всегда должны быть системными. Абсолютно правильно. Вот это то, что мне нравится у тебя, ты пытаешься их систематизировать. Все. Вот у тебя есть кружок, вот твоя задача завести в кружок, закрыть двери. И вот в этом кружке они должны вот так по кругу. Как, знаешь, тюремный дворик, вот они вот так вот ходят по кругу. А вот вопрос еще, Александр. Вот что для тебя деньги? Вот просто для молодежи. Вот человек с деньгами, что для тебя? Спорт. Я люблю зарабатывать. Отвечу другим вопросом на вопрос. Значит, буквально недавно мне задали вопрос. Любите ли вы деньги? От этого пойдем. Я сказал, окей. Например, я люблю свою семью. Реально. Я ради своей семьи сделаю все. Вот мне надо было бы почку отдать, я бы отдал. У меня сосед отдал почку своей дочке. Прямо мой сосед от соседнего дома. Сделал бы я это, вообще даже не задумался. А что бы я сделал ради денег? Ничего. Значит, я их не люблю, а уважаю. Для меня деньги, я их люблю зарабатывать. Я их не ворую. Я никогда ни у кого не отнимаю. Для меня деньги – это автомобиль передвижения. Больше денег – качественный автомобиль. Меньше денег – автомобиль меньше качества. То есть много заработал, передвигаешься на Rolls-Royce. В смысле не Rolls-Royce, Rolls-Royce как машина, а просто у тебя более качественное передвижение. Летаешь бизнес-классом. Одежда вообще, честно, у меня ничего нет. Я ничего не ношу. Я не ювелирные изделия. У меня очень много часов я не ношу. Мне понадарили коллекцию. Я люблю машины. Я одеваюсь очень… Ты видел, я вчера пришел, одеты красиво специально для вас. Сегодня я понял, что зачем я буду одеваться, если все одеваются простенько. Я взял и одел джинсы. Я обожаю. Я очень много лет был в корпоративной индустрии. Я терпеть не мог рубашки. У них 200 штук, а то и 250. И я видел вчера, я пришел, я же должен уважать людей, которым я читаю лекцию. Просто элементарно. Я могу выйти, конечно, как халамидник. И сказать, ребят, я же миллионер, я могу ходить, как я хочу, хоть в трусах. Но когда ты выходишь и люди тебя слушают, ты должен иметь к ним уважение. Это нормально. Ну, вчера я увидел, что все одеты по-спортивному. Я все тоже по-спортивному, естественно, тоже оделся. То есть одежда для меня вообще ничего не значит. Деньги – это возможность давать себе и своей семье возможность жить так, как мы хотим. Но переступил бы я свои интересы ради каких-то других денег? Никогда. И самое интересное, кто-то может сказать, наверное, вам мало предлагали. Мне много предлагали. Много. Я уходил из должностей, где у меня были миллионные заработки в виде зарплат. Ну, то есть просто компенсация. Я когда уходил из своей компании, мне партнеры говорят, оставься там, ну, консультации и все остальное. Я сказал, ребят, это как водка. Завязал – значит, завязал. Да. Ну, на этой оптимистичной ноте, наверное, позвольте завершить. У нас все-таки эфирное время не резиновое, и внимание наших телезрителей или YouTube-зрителей тоже не бесконечно. Классный разговор. Я думаю, что это интервью было абсолютно другим. Мы, мне кажется, ребята даже со стороны иногда улыбались, это приятно было. Мне кажется, мы зацепили вообще абсолютно все. Ну, здесь мне всегда кажется, вот я все время пытаюсь принизить значение бизнеса, заработков, денег. Смотрите, это такой же вид деятельности. Это работа. Инвестиции – это тоже работа. Если всегда вы от этого получаете азарт, то это не инвестиции, а казино. Бизнес просто обнажает твои проблемы. Да, да, да. Всегда. И трейдинг тоже самое. Трейдинг тебе показывает кто-то. Если человек приходит с психологическими комплексами, все, это жертва 100%. Знаешь, как я всегда говорю? Пойди в трейдинг на три месяца, ты можешь о себе знать больше, чем ты знаешь за всю жизнь. Абсолютно. Да, вот это один из самых важных факторов. Кстати, классные книги, сразу можем порекомендовать. Но для меня, одна из любимейших книг в плане трейдинга – это «Reminiscence of the Stock Operator». Я, кстати, брал интервью у Швагера. Я Швагера персонально очень хорошо знаю. И Джек Швагер мой любимый. Это «Market Wizards». Почитайте. Знаешь, посмеешься? В общем, пять лет назад приезжаю, вот это интервью у меня есть на канале. Приезжаю я к Швагеру. Швагер никогда в жизни ни одного человека не приводил к себе домой. В общем, короче, мы с Димой садимся, на джип берем джип, а Швагер никогда никому не давал, он давал много интервью, но русскоязычный – никогда. В общем, я звоню, я представился, рассказал кто, говорю, пожалуйста, проверьте. Он говорит, я в Колорадо, Болдор, в горах. Приезжайте. Мы приезжаем домой, прямо нас спустили домой, у него две огромные вот такие вот собаки, очень любит собак. А он просто море обаяния. Я тебе не могу передать. У него такая хорошая аура энергетика. И он мне сидит, и начинаю его спрашивать, ну это интервью у меня есть на канале. Я говорю, скажи мне, как ты вот эту книгу писал? И кто-то мне говорит. Ну, я тебя разочарую, я в графике вообще ничего не понимаю. Ничего себе. Я клянусь тебе, одно есть это в интервью. Мне просто сказали, надо написать книгу. Ничего себе. У меня был заказ. И показали пальцем, там мне все принесли, у кого были. Я уже у нескольких людей, у кого он был, Луис Барселина, Стив Каладжиан, я у них всех брал интервью, они все со мной дружат. Меня даже на Чикагскую биржу приглашали, я летал туда. И мы вот с Стивеном Каладжианом там дружим. У Стивена Каладжиана вообще отец. У Луиса Барселина папа бандит был. Мафиозник итальянский. Они украли две тонны серебра. Где-то там и продавали, ходили по улицам потом. Это люди очень интересные. Он мне тогда сказал, я сижу и думаю, ё-моё, книга там, бестселлер и все остальное, а вот человек мне такое говорит. Он говорит, ну я тебе говорю правду как есть. Все. Я, конечно, эту книжку писал про графики, я, конечно, не понимаю, просто вот паттерны там описал. Но он написал, он круто. У него же так, как Market Wizards, мастера рынка, Hedge Fund Wizards. Да. Интервью с самыми лучшими игроками. Да, да, по-моему, три книги у него. Все шикарные. И третья у него чисто технический анализ. Да, вот посмотрите книги Джека Швагера. Там именно в виде истории. Там не такие скучные книги, там истории. Там чисто история, да. И воспоминания биржевого спекулянта. Лефефер. Это про Джесси Ливермора. Это просто шикарная книга. Не знаю, я ее перечитывал очень много раз. Ты знаешь, да, его историю? Как плохо он закончил? Расскажи. У него, он женился на женщине, у которой четыре мужа до этого покончили жизнь самоубийством. Да, да. Это знаю. Это знаю. Он просто пошел против ад. Там даже потом шутка была, да, что четыре жены, которые у него до этого были, покончили жизнь самоубийством. Семь мужей. А он был пятый, который застрелился. Это всем вам очень хороший урок. Да, если у жены с первым мужем что-то случилось, будьте очень аккуратны. Да. Хороший лайфхак, хорошая беседа. Спасибо. Кстати, да, можно в этой жизни смотреть на три вещи. Это на воду, на огонь. И как Александр Герчик беседует с Мургуланом. Спасибо большое. Александр, может быть, что-нибудь подарим нашим зрителям? Ты знаешь, давай сделаем так. Давай твою книгу. Давай сделаем так. Вот ты выберешь потом самую лучшую вещь, которую ты хочешь, и мы дадим пять подарков. Так как у нас будет очень много людей смотреть, дать как-то один подарок, ну это по-нищебродски. Тем более скоро будет Новый год. Мы дадим пять подарков тем людям, которые напишут самый интересный, самый профессиональный. Самый лучший подарок. Знаешь, какой у нас будет? Самый дорогой. В марте месяце у нас будет семинар в Алма-Ате. Это посещение бесплатного семинара в Алма-Ате. Самый главный из пяти подарков будет посещение, бесплатное посещение семинара в Алма-Ате с Александром. Пятидневный семинар, полноценный, с одним днем реальных торгов. Он будет, по-моему, если мне память не изменяет, там со второго марта, по-моему, пять дней. Да, ты, естественно, приглашен в любой момент. Это, я думаю, самый лучший подарок. Ты выберешь вообще все, что ты посчитаешь нужным. Скажешь мне, мы дадим подписку на Джеральда. Обязательно. На Джеральда. На Джеральда дадим годовую подписку. Дадим подписку, у нас есть телеграм-канал. Скорее всего, и подарим еще один курс. От А до Я, и, естественно, бесплатный поход на семинар. Так что, ребята, будьте активны, пишите комментарии. И комментарии, еще раз подчеркну, мы будем оценивать с точки зрения профессионализма. Не мы, а ты. Ну, я, да, с точки зрения профессионализма. Это профессионализма, интересности и эмоциональности. Поэтому пишите не просто так лайки, о, круто и так далее, а что-то более содержательное. Да, будут лайки, не будет курсов. Нет, лайки тоже нужны. Лайки, подписка, это must have. Да. Нет, я имею в виду, что мы сегодня очень много просто задушены, наверное, 70% по душам говорили. А это самое главное. Поэтому это самое главное для них, чтобы они понимали. Да. Если душа пустая, человек не сможет сам с собой договориться. Не с кем договариваться. Что такое Джеральд? Джеральд – это наш искусственный интеллект, который дает сигналы по трейдингу. И после Нового года будет по Джеральду доверительное управление. А как управлять капиталом и приумножать его? Дайте три совета предпринимателя. Ну, смотрите, есть два вещи, два аспекта этого вопроса. Первый – управлять собственным капиталом. И второй – управлять чужим капиталом. Так вот, не научившись управлять собственным капиталом, чужой капитал брать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Но если управлять собственным капиталом, то, наверное, прежде всего нужно понять такую вещь. Откуда приходит благо? Благо, в моем понимании, приходит от взятия риска и проявления терпения. То есть основа зарабатывания в инвестициях, если будем брать про инвестиции. Второе – это обеспечить выживаемость. Никогда не делать в одну ставку, все деньги не ставьте, потому что в конечном итоге выигрывает тот, кто дольше остался в игре. И третий момент – четко понимайте, с чего вы зарабатываете. Если вы зарабатываете с актива, то следите за активом, за ее прибыльностью, за показателями этого актива и так далее. Если вы зарабатываете с другого человека, то есть на повышение цены, значит, вы зарабатываете с другого человека. Тогда все внимание обращайте не на актив, а на поведение и настроение толпы, людей, общее настроение в обществе. Поэтому я мог бы вот так, разве что. Я по-простому дополню моргулану. Это люби то, что делаешь, а делай то, что любишь. Когда ты любишь то, что ты делаешь, ты не можешь навредить. Ну, например, ты любишь там ребенка своего, маму, жену, ты не можешь навредить. Так же самое и бизнес. Если ты любишь свой бизнес, ты будешь его холить, лелеять, жалеть, баловать и все остальное. Ваш любимый кейс из студентов? На сегодняшний день, вот приведу пример, я всегда боюсь, когда у студента очень быстро все получается. У меня есть на сегодняшний день один из студентов, ему будет, наверное, каться, зовут его Андрей Свешников, живет он в Португалии. И вот он полтора года просто вот железной задницей вытягивал все. У него там это не получалось, то не получалось. Но он всегда с первого и до последнего по сегодняшний день, он как раз у меня учится второй год на годовой программе. Он мега дисциплинированный, он мега исполнительный, он мега послушный и самое главное, мега открытый. Когда у него были проблемы, он всегда разговаривал. И вот сейчас он у меня вышел на уровень 1000-2000 долларов в день чистого заработка. Каждый день. Он мне буквально несколько недель назад прислал смс-ку. Вот это, наверное... У меня много очень-очень толковых ребят, но это в чем хорошо. Это человек знает, что он хочет, как он хочет и что он готов сделать для получения результата. Круто. Реально хороший кейс. Я тоже не очень люблю... Всегда настораживаюсь, когда вначале все получается. Обычно потом... Там эмоции просто включаются и все, тебя начинает клинить и тебя надо чинить сразу. А вот такие люди, как ты сказал, это редкость реально. Большая редкость. Везде. И в бизнесе тоже. Везде, да. 91% по американским меркам в бизнесе закрывается в первый год. Потому что люди просто не готовы. Да. И я смотрел очень много бизнес-планов. Через 6 месяцев выйти на самоокупаемость. Вот у нас кофейня, наша рост раз в Дубае. Мы вышли на самоокупаемость через 2 месяца. Это называется повезло. Это называется чудо. Это открылись в правильном месте, в правильное время. Это просто повезло. Ставил бы я ставку на то, что бизнес выйдет на самоокупаемость через 2 месяца? Никогда. Никогда. Но с другой стороны, везение, это хорошая сделана домашняя работа. Правильно? Да. Нет, мы, естественно, готовились. Место подбиралось, делался хороший ремонт. И все. Но это все равно повезло. Ну, боженька дал. Да, да, да. Это же значит, что я все 3 другие кофейни открою, буду надеяться, что через 2 месяца. Я заложу денег на год вперед и буду их высиживать. Все. Даст быстрее? Хорошо. Нет, я буду ждать. Правила жизни, которыми вы руководствуетесь, чтобы оставаться эффективным и не терять себя. Давайте Александру зададим. Я повторюсь. Надо просто любить то, что ты делаешь и делаешь то, что любишь. Все. Если ты любишь свое дело, ты всегда будешь счастливым. Счастье – это то, что порождает вот это состояние. Все. Да. Вот ты пошел в шаурму, я говорю, сейчас ты думаешь, пойдем кушать шаурму, да? Представляешь, люди сейчас сядут, скажут, вот нищеброды, со своими миллионами пойдут кушать шаурму. У меня есть один друг, казах, Нурлан. Он в Колумбийском университете учился, в Америке очень много лет жил. Мы сегодня с Антоном должны его тоже увидеть. Он специально прилетел увидеться. И я ему говорю, смотри, есть два варианта. Вариант первый, мы с тобой идем в шаурму в 2.30, вариант второй, вечером в Виксесе пьем чай. Ну, конечно, шаурму. И все. Просто люди должны понимать эту вещь, что человек должен быть счастливым. Все. В любом проявлении. В любом. Всегда просто держите в голове, основной маяк – это счастье. Сделает это меня счастливее или нет? Вот это самое главное. Если реально будете идти просто по руководству, просто вот «любовь в конек», оно плохо никогда не получится. Однозначно. Вот папа всю жизнь мне говорил одну вещь, говорит, сделай хорошо, плохо получится сама по себе. Да, автоматически. хорошо. Спасибо на этом, Александр. Спасибо за беседу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!